здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу предложить вам приготовить очень полезное вкусное смузи из ананаса а также квас из ананаса а точнее из его корочки никогда не выбрасывайте корочку ананаса потому что она очень крутая для того чтобы сделать очень необычный и вкусный и в то же время полезный квас ну что приступим для начала нам надо очень хорошо промыть ой сколько раз очень сказала много вот хорошо промыть ананас удалить занявшие всякие некрасивые места вот снять кожицу и нарезать мякоть на кусочки единственную часть ананаса это его хвостик мы выбрасываем потому что он нам не пригодится не для кваса не для смузи но я где-то видела видео где люди выращивают из этого хвостика в домашних условиях ананас вот мы его просто выбрасываем он нам не нужен ананас вот так вот так я ставлю столбиком и срезаю с него его кожицу вот очистили ананас кожицу мы тоже нарезаем на кусочки на такие кусочки небольшие нарезали и эти кусочки отправить чистую банку банку я беру трехлитровую туда закладываем у нас курочки ананаса банку отставляем пока и занимаемся мякотью мякоть ананаса надо разделить на четыре части разрезать на четыре части вот я разрезала и теперь нам надо взять вот эту вот серединку грубую тоже срезать с каждой части вот такой вот видите вот на грубая серединка она вот это вот серединка тоже пойдет в класс не в смузи в класс то есть мы ее срезаем нарезаем и отправляем тоже в банку вот это серединка а вот уже готовая мякоть для смузи я уже говорила серединку просто нарезаем на кусочки произвольные кусочки видеть какая она твердая то есть она не годится для смузи так нарезали и отправляем в банку наполнили банку вот корочками и серединка из ананаса а теперь сюда нужно налить чистую воду но не до краев вот столько я добавила воды а теперь нужно в эту банку добавить подсластитель но не химический то есть живой я не знаю можно мед добавить или сироп агавы короче что то из из этого обязательно нужно хорошо перемешать чтобы наш сироп хорошо разошелся воде вмешивая деревянной ручкой от лопатка да забыла сказать что подсластитель мы добавляем по вкусу то есть какой вы хотите вкус сладкие менее сладкие короче говоря по вкусу горлышко банки закрываем салфеточкой или марлей фиксируем вот и оставляем на три-четыре дня чтобы наш класс начал бродить главное чтобы помещение было теплое не холодное так с классом мы справились теперь мы его оставляем в теплом помещении на три-четыре дня как я уже сказала а теперь приступаем к приготовлению смузи вот такие кусочки для моего блендера самый раз вы уже нарезать такие какие ваш блендер берет кусочки ананаса отправляем чашу блендера чашу блендера также отправляем апельсин одну штучку предварительно я его очистила от кожуры от семечек банан тоже одну штучку и шпинат ну шпинат по вкусу его промыла хорошо вкусу как нравится уже отправляем чашу блендера чтобы ваш смузи не был густым сильно нужно добавить воду смотрите количество сколько вам нужно также можно добавить подсластитель кто любит послаще вот я не добавляю так фрукты и зелень нужно сбить до однородности взбивая вот в такой вот я называю свой блендер зверюгой вот такой вот мощной машине а вы можете взбивать принципе погружным блендером вот такой смузи у нас зелененькая вышла зверюга хорошо справляется со своей работой все однородная все классная структура осталось только разлить по стаканам и звать своих родных и близких столу всем приятного аппетита до новых встреч у меня на канале всем пока